Как заставить ребёнка-подростка учиться? Он не видит в этом смысла и не слышит меня. Не могу поговорить по душам. Заставлять никого не надо. Нужно только личным примером показывать, что если человек, вы в частности, или любой из нас, чего-то не знает, это его будут трудности. А ребёнка очень просто заставить в игровой форме, всегда в игровой форме. Он должен видеть на бумажечке, на доске, на листке, на тетрадке, на кубиках, на лего, как из ничего, из разрозненности можно сделать что-то классное и замечательное. Ещё раз. Вот природа наша, она нам всё показывает. Мужчина, в принципе, да, это вижу цель, не вижу препятствий. Пошёл, завоевал, отобрал, обобрал, обокрал, сел, и потом начинает думать, а что я сделал? И вот это последствия. Но первый импульс, который запускается, вот это такая разрушительно-требовательная модель признать себя, признать его кем-то. У женщины, в силу того, что она, в принципе, что-то охраняет, дом, детей, того же мужчину, когда он приходит, у неё система, вообще восприятие немножко другая. Она видит многообразие разных событий вовне, вокруг, и точно может констатировать, какие последствия при тех или иных действиях или она, или они вместе обретут. Так вот, понимая всё это, вы садитесь со своим ребёнком на его уровень, на пол, допустим, на стул, рядом, за стол, рядом на стуле. Знаешь, сына, давай разбираться. Давай разбираться. Вот у нас вот так получилось, у нас вот так. И вы его этим контекстом начинаете потихонечку закручивать. Самое главное — понять ему, как он этот мир познаёт. Он умеет внимательно слышать, значит, тогда больше слова. Или ему нужно увидеть, как меняет карандаш белый лист бумаги, что там что-то появляется. И это тоже форма мышления. И тогда, следя за этими вашими руками и за тем, что вы пишете, у него начнёт включаться тихонечко, тихонечко, но интерес. Ему тоже так захочется на этом белом листе, а белый лист — это наша с вами жизнь, это выбор ежесекундный, ежечасный, куда пойдём, да, куда, куда. Так и будут меняться вот эти линии на этом белом листе. Но у женщины должно быть терпение. Тем более по отношению к своим детям. Заинтересовывать можно только детей. Как это классно всё преобразуется. Вот тут прям на глазах преобразуется. Из кучки каких-то кубиков начинает собираться башенка или начинает собираться какой-то там конструктор, да, какая-то системка, какая-то фигурка. И вот как только успокоится его внутреннее напряжение, что вы его будете заставлять, принуждать, а потом отойдёте и бросите, а потом, ну что, сделал, нет. Вот эта защитка и не даёт ему учиться, потому что он абсолютно уравнивает, что учение — это орущая мама или требовательная мама, вообще абсолютное непонимание происходящего. И зачем мне это нужно, если это плохо? Для него это сейчас плохо, константа — плохо. Это то же самое, как вот совсем примитивно взять, да. Допустим, мама с ребёнком заходит в магазин, с сыном, с дочерью, неважно, вот со своим ребёнком заходит. Ребёнок не понимает, что такое деньги, что такое работа, что такое зарплата, что это такое. У него всегда внешнее познание мира, потому что для него быстро меняются декорации. Из вот этого многообразия его фокус внимания выдёргивает там, я не знаю, слонёнка, кутёнка, там чего-то. И он с ним сам сразу соприкасается. Вот даётся такое внутреннее для себя объекту. Ах! Вот впечатление! Всё остальное теряет смысл. Вообще он больше ничего не видит. Ни других игрушек, ни других людей. Вот прямая связка. Я и тигрёнок, ребёнок и тигрёнок. И в этот момент начинается движуха. Мама, купи, мама, купи игрушку, мама, купи игрушку. Мама в этот момент, как правило, мы тут все озабочены, о чём-то думаем, она его не слышит, и он её начинает раздражать, потому что в голове там какой-то другой идёт мыслительный процесс. И она ему говорит, ну, денег нет, да пойдём сколько у тебя нужно. Ребёнок этого не понимает. У него произошёл контакт. Вот просто контакт. Он с этой игрушкой чуть ли не одним целым стал. И когда мама говорит со всеми предложениями, со всеми словами «нет», и он расцепляется с этой игрушкой, то он понимает, что он что-то не так сделает. Значит, он плохой. И это плохой? Когда-то начинает собираться сегодня плохой, завтра плохой, послезавтра плохой. Мама говорит, какие-то деньги, какая-то тяжёлая работа, кто-то там чего-то не дал, это дорого стоит. Он этого не понимает, у него нет этого наполнения. А капля плохой, 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 плохой. И этот ребёнок во внутренней тени своей, во внутреннем своём вытесненном состоянии превращается к годам 14, а если и в школе ещё мама не защищала, ну вот накопительная система, и кто-то порабощал, какая-то стайка его била или дорогу приглаждала, потому что это всё копится. И тогда это превращается в человек в чудовище, который ходит и ищет, где бы найти слабого и сделать с ним так, как делали много со мной. Почему я вам говорила, книга Азика Азимова «Академия-2», вот об этом там есть такой персонаж, ну вот об этом там всё и описывается. И это не взято откуда-то, это наша с вами реальная жизнь, которая иногда прям хорошо нас воспитывает, хорошо. Почему мы так мало видим себя настоящих? Потому что мы всё время хотим кому-то соответствовать. Вопрос кому? И вопрос зачем? Это самое главное. Какой авторитет руководит вашей жизнью? Что вы себе не позволяете? Какое количество пустоты внутри заполняется вот этой пассивной агрессией, которая рано или поздно обязательно выйдет из человека для того, чтобы убить другого, психологически, а иногда и физически это всё бывает. Потому что тому человеку очень страшно, что опять не получилось. Вот как это работает. Субтитры сделал DimaTorzok